В эфире Сергей Нижданов, второй день. Теория и практика Випассаны. Наблюдение и исследование жизни такой, как она есть. Ну и прежде всего нужно, ну кроме всего прочего, нужно сказать о четырех благородных истинах, которые провозгласил Будда, сидев под деревом, осознав, то есть серединный путь. И первая благородная истина звучит как «Жизни есть страдания, духа». Мы испытываем страдания от многих факторов. Рождение, болезни, старение, смерть, ну и многое другое. Есть причина, вторая истина, есть причина страдания. Третья, ну всему есть причина. Мы создаем причину как страдание, то есть любое страдание приходит по какому-то, ну почему-то, да. Так же и тут же я сразу забегаю вперед, причину счастья так же мы можем создавать. Правильными действиями, правильными мыслями, правильными словами. И есть, так, второе, есть причина. Третье, есть конец, то есть заканчивается любое страдание, тоже факт. И третье, есть путь. И вот изначально путь — это осознание, путь осознания. Восперечный путь, который Будда провозгласил, предложил для того, чтобы избавляться, делать жизнь лучше. Вот, сегодня я хотел бы, чтобы мы потренировали самадхи, саматти или шамадха, однонаправленное состояние внимания на определенных объектах. Обычно мы используем дыхание, стенку живота, носовые проходы. Вот, но сегодня поговорим о шести осознаниях Будды. Ну, я вкратце скажу, что это. И мы сразу это будем делать. Давайте, у нас сейчас зрительный канал будет работать. Давайте, открываем глазки, смотрим вокруг. И первое осознание — это осознание глаз или осознание зрения. То есть мы вступаем во взаимодействие с объектом. И у нас может появляться некая тональность относительно того или иного объекта. Вот, просматривайте свое пространство, свою комнату, что вас окружает, что вам из этого нравится, не нравится и нейтрально. Это вот и есть тональность. Приятно мне на это смотреть, вызывают ли у меня приятные ощущения, неприятные, может быть, или нейтральные. И вот это вопрос как раз, чем я окружаю себя в жизни. Вот, осознание зрения. Теперь мы мягко притрываем глаза и слушаем, какие звуки в тот или иной момент времени появляются, длятся и исчезают. Среди прочих звуков мой голос появляется, какое-то время длится и исчезает. Тоже может возникнуть тональность, что я чувствую относительно того или иного звука. Хорошо. Следующее сознание у нас будет запах. Давайте со следующим вдохом начните ощущать ароматы, которые окружают, какие-то, может быть, тонкие вещи, тонкие ароматы, едва заметные. Вдох, выдох, выдыхаем. Ну и запахи тоже могут приносить достаточно много информации с точки зрения эволюции, визуальный контакт, слуховой контакт. Нам позволял, ну, человеку позволял выжить в дикой природе и найти еду, найти партнера полового. То есть выживание, сохранение как вида, продолжение рода и выживание. И вот запах, обоняние – это тоже часть вот этой системы. Осознаем запах, да? Осознание носа. Хорошо. Теперь переводим внимание в область языка. Может быть, какие-то вкусы можно почувствовать. Осознание языка, осознание вкуса. Возможно, там уже был вату, я имею в виду, чай, там кофе, еще что-то, зубная паста. Какое-то послевкусие, может, осталось. Осознание. Тоже у нас возникать могут тональности. Мы обратили на это внимание, сфокусировали. Вот это самадху сделали, самадху. Сфокусировали туда внимание и начинаем осознавать. То есть взаимодействовать с этим вкусом. Вкусами. Это нам потребуется, конечно же, когда мы принимаем пищу. И с точки зрения сохранения этого же вида, ну и сохранения себя в здоровом каком-то состоянии, в живом состоянии, то вкус очень важен. Ну, вкус, я уж возьму, крайний случай, это вкус там тухлой еды, наверное, ну и запах не понравится и будет отторнут. Не буду это. Что-то приятное, что-то вкусное для меня лично. Для меня это вкусно. Мне будет полезно. И вот с точки зрения этих вкусов, запахов, можно отстраивать свой рацион. Рацион питания. Вкус, запах, вид, нравится, не нравится. Вкус, нравится, не нравится. Вид, запах, нравится, не нравится. Вкус, нравится, не нравится. И мы можем отстроить то, что мы кушаем. И следующее у нас осознание тела. Давайте мы часто на всех занятиях, йога, все это про тело. Осознавание тела. Почувствуйте вот эту настройку, которую я каждое занятие даю. Вес тела, точки опоры почувствуйте. Несмотря на то, что мы не двигаемся, это утелешивание. Мы в тело все больше и больше заходим. Вниманием своим, фокус внимания оставляем. Опять же, тело у нас большое. Карта тела большая. Руки, ноги, голова и так далее. Такие процессы в теле. И вот сейчас мы обращаем, представляем себе это как банька-встанька. Низ чувствуем, тяжелый низ, точки опоры. Легкий вверх. Облучив внимание из макушки вверх. Позвоночник чувствуем, как линию, соединяющую вверх и низ. И объединяющую вообще вокруг себя ось. Весь наш организм. Ось. Осевая линия. Центр таза. Как выровнять нам, ну как нам выяснить, что у нас все по оси выстроено. У нас есть три точки основных. Это центр головы, центр грудной клетки и центр таза. Вот в одну линию это выстраиваем. Что у нас еще есть? Дыхание. Ладошку на живот. И осознаем осознание тела, осознание разных процессов. Тяжелый низ, легкий вверх и двигающаяся стенка живота. Хорошо. Здесь также у нас появляется, может появиться тональность, если мы на это обратим внимание. Нравится трогать живот, нравится чувствовать дыхание, нравится чувствовать вес тела, прямой позвоночник, легкую голову. Или не нравится, или нейтрально. Ведано. Ведаем, что сейчас происходит. Я предлагаю обращать внимание на приятные ощущения в теле. Давайте сейчас уберем ладошку и посидим обращая внимание на телесные ощущения. Где-то может быть приятно, где-то не чувствуется, где-то может быть затекла нога, спина как-то неудобна. Неприятно возникает. И мы будем обращать на приятные, обращать внимание на приятные ощущения и как бы культивировать приятные, чтобы у нас приятные ощущения было как фон. Базовый такой фон. Всегда можно найти что-то неприятное, тревожное, а мы будем фон создавать приятных ощущений и на этом фоне уже действовать. Жить на фоне приятных ощущений. До этого мы обучаем тело ощущать, обучаем себя ощущать тело. Это сознание тела. Пятое сознание. Есть еще шестое. И про шестое я расскажу. Это сознание, самого сознания, сознание ума. Вот если мы смотрим на объект, например, сознаем. Вот я вижу, передо мной телефон. Сознаю. Ага, телефон. Трансляция. люди там где-то кто-то в записи, кто-то в прямом эфире. Закрываем глаза. Вроде объекта нет в сознании зрения, сознании глаза, но оно перемещается в сознание моего сознания, моего ума. И вот давайте сознание, вот это шестое сознание, потренируем таким образом. Вспомните свой сегодняшний день, он не такой длинный еще, утро, момент пробуждения, первый вздох, возможно, сон, который снился, и какое действие дальше было произведено, что вы, какая мысль, о чем думали, что делали, куда пошли, какие мысли формы пошли, директивные, или сначала включились в себя, почувствовали себя, или сразу же в туалет побежали, еще куда-то. составляем такой рассказ внутри себя, сознание ума про себя до момента этого появления в эфире. Вот, это сознание, самого сознания. Вот, но мы еще дальше возвращаемся в тело, и немножечко посидим, буквально две-три минутки, четыре, может быть, осознавая стенку живота, давайте ладошку на живот. Базовая практика самадхи, самадхи, по-разному произносят эти языки. Базовая техника это наблюдение за дыханием, которое приводит к успокоению и возможности самой Випассаны. Если вода, если ум представить как озеро или море, ну, море вряд ли, оно в штиль когда-то бывает такой, ну, вот озеро, если на озере волна, рябь, то трудно будет увидеть, осознать, высмотреть, что там у нас внутри, и отражение тоже будет не видно. Если мы успокаиваем поверхность ума, в прямом смысле мы успокаиваем, замедляем ум, то можно понаблюдать за процессами. еще мне нравится метафора. В начале медитации наш ум похож на стаканчик с грязной водой, и все, что нам нужно сделать, это поставить этот стакан и подождать, пока ум, пока вся взвесь, вся грязь успокоится и опустится вниз, и вода станет ясным, и ум станет ясным. И вот для этого практика самадхи была введена как базовая и часто это дыхание, ну в основном это дыхание. Дыхание можно использовать в течение любого процесса днем, ну в течение жизни, обратив внимание на дыхание. давайте на вдохе мы чувствуем как двигается стенка живота вперед с ладошкой на выдохе назад. Добавляем проговаривание на вдохе мы говорим вдох, на выдохе выдох вдох выдох и продолжаем про себя проговаривать в течение Продолжение следует... Продолжение следует... Можно предположить, что это расслабление, состояние покоя вызывает приятные ощущения и убирает многие неслодухи, тревожности, страхов, различных отравляющих состояний ума. Если верить Всемирной организации здоровья, ВОЗ, то более 40 заболеваний, которые фиксируются у человека в среднем по планете, имеют психосоматическую основу. То есть начало в нашем психоэмоциональном состоянии, и потом это уже отражается на состоянии работы сердца, щелководительной системы и так далее. Даже на походку это может влиять, на состояние мышц. Если мы добиваемся успокоения, то фактически мы вот эти 40% из 40% этих выпрыгиваем. То есть практика сама тхи, она имеет оздоровительный эффект. Нервная система непосредственно связана со всеми другими нашими системами. Мы схематично раскладываем организм на, если рисунки вспомнить, вот эти человека, карта, это карта такие. Нервная система, сердечно-сосудистая система, мышцы, пищеварительная и прочее, прочее. И вот человека такими разбили по кусочкам, да? Но отдельно друг от друга это не существует. Мы цельный организм и заноза в пальце может изменить весь рисунок в теле, нашего психоэмоционального состояния. И наоборот, сильный приятный стимул, что-то приятное, может также изменить в другую сторону. Вот мы сейчас себе делаем как раз приятное. Давайте продолжаем. Вдох-выдох, убираем ладошку. Хорошо. Делаем глубокий вдох. Длинный выдох. Вдох-выдох, выдох, ладошки собрали лодочкой и подняли вверх-вдох. Вытянулись. Вдох-выдох, руки через стороны. Вверх-выдох. Замочек сделали. Выдох, замок оставили. Замок назад, голову вперед-вдох. Вытянули. Выдох, посмотрели в правую вну. Выдох, посмотрели в левую вну. Выдох. Хорошо. Ну что, друзья, переходим к следующей части. Если бы мы были на ретрите, то это была бы у нас осознанная поклоны, осознанная ходьба. Кстати, поклоны мы можем онлайн сделать. Но уже не сегодня. Сегодня я завтра уделю время осознанным движениям. Это, на мой взгляд, очень рабочая техника. Медленное проговаривание каждого движения. Мы перейдем сейчас к более нашему привычному, кто утром собирается со мной, юридическому осознанному движению. Осознанное делание асан. Ножки ширина в таза. Хорошо. Начнем опять с дыхания. Руки раскрываем в стороны. Вдох, лопатки вместе. Выдох, вдох, вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох. Дышим как бы позвоночником, расправляем. Все там так, копчик вниз, копчик вверх, прогнулись. Выдох, подошки теперь в стороны, вдох. Локти вместе, выдох. И давайте втягивать еще живот. Расстрелись, вдох. Подключаем. Удия на банку. Выдох, втянули живот. Вдох. Выдох, втянули живот. С левой стороны вдох, вдох, расстрелись. Выдох, втянули живот. С правой стороны вдох. Выдох, втянули живот. С левой вдох. Выдох, втянули живот. Справа. Выдох, втянули живот. посерединке вейда хорошо из таза по севой линии начинаем двигаться руки пустые рукава из таза с под приседом приседаем и создаем ротацию шею тоже заглядываем назад право влево а теперь фиксируем точку перед собой смотрим вперед а плечи двигаются все остальное двигается смотрим вперед немножечко по-другому до шейный отдел хорошо стряхиваем все стряхиваем можно подпрыгивать потряслить можно с подкручиваниями потряслить стряхиваем кисти лицо расслабляем хорошо ноги ноги и руки и наблюдаем что поменялось пятое осознание тела осознание тела чувствуем руки ноги хорошо еще раз ноги на ширине таза тазом начинаем раскручивать вместе со стопами с коленями почувствуйте как работают тазобедренные суставчики другую сторону раз два три четыре пять шесть хорошо таз вправо правая рука вверх над головой делаем вдох выдох таз лево вдох выдох и теперь резкие форсированное дыхание хорошо правая рука отводим и вот смотрите нам нужно голову вправо повернуть а руку влево сестры влево-вправо, рука назад, влево, хорошо, теперь левая рука, рука вправо, вот видите я так встал, а голова влево, рука влево, голова вправо, хорошо, немножечко новых движений, голова вниз, по кругу раз, два, три, в другую сторону, раз, два, три, еще руками немножечко вперед, давайте делаем вдох и на вдохе на задержке вдох, вдох, выдох, тянули живот, тянули живот, отпустили, почувствовали, как это подействовало на нас, дышим, восстанавливаем дыхание, хорошо, теперь руки назад крутим, делаем вдох, вдох, заезжали дыхание, щеки надули, вдох, вдох, тянули живот, воздух, подкоренваем и сплетены, вдох, вдох, Wow, considere чемency встал, движем, вдох, выдох, вдох, вдох, хорошо еще раз делаем вдох и теперь руки одна в одну сторону другая в другую вот так со скручиванием поехали вдох щеки на долю в другую сторону допустим руки вверх вдох опускаемся вниз выдох вдох выдох 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 хорошо и узкие приседания сначала тренируемся без приседания руки на вдохе круговые движения вдох вдох а теперь с приседания руки вдох хорошо отлично наблюдаем осознание тела пяточками ягодицы начинаем бить беремся за ножку за одну вытянули назад на ножке стоим на одной вытянули вперед захватили колено вперед вверх и в сторону колено вторую ножку захватили отодвинули назад вытянули вперед колено вперед и в сторону хорошо вдохнули ножки вместе и на одно дыхание действуем в стиле сури дамаса приветствую солнцу делаем выдох руки через тройную веру вдох наклон выдох справа нога назад вдох колено в пол выдох приподнимаемся вверх руки вниз выдох хорошо выпрямляем переднюю ногу вдох выпускаемся в ногу ноги выдох вперед уходим вдох правой рукой дотянулись колено пятки выдох 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 колено чуть в сторону ножки правая левая рука чуть пошире вдох прогиб выдох наклон хорошо отшагнули отшагнули с собой головой вниз вниз вдох выдох выдох колени в пол прогиб выдох круглая спина выдох прогиб выдох планка выдох планки вдох нижняя планка выдох вдох чатуранга дандасана выдох через пальчики перекатились собака головой вниз вдох опять чатуранга выдох оттолкнулись руками собака головой вниз 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 выдох левая нога вперед шагнули рука руки вверх задняя нога прямая вдох выдох выдох на ногу руки через стороны вверх выдох выдох опускаем руки все время находимся внутри тела и пробуем оставаться в телесных ощущениях если нас выбрасывают мысли выбрасывает слов зрение так далее мы возвращаемся возвращаемся всякий раз вверх вдох ребят выдох хорошо вытянулись руки в пол выдох хорошо вытянули переднюю ножку вдох носочек на себя опустились в наклон выдох почувствовали вытяжение хорошо переместились вперед вдох захватили левой рукой носочек ноги выдох подтянули подтянули передняя часть ветра хорошо вдох колено левую сторону ручки ширина таза поза ящерицы выдох вдох прогнулись выдох наклон поднялись вдох отшагнули назад выдох хорошо вдох выдох на носочках встаем вдох таз с правой стороны опускаем выдох прямые руки на носочках встаем вдох таз с левой стороны выдох вдох встаем вдох на носочках пятки в пол выдох правой нога вперед вдох наклон выдох следы через стороны встаем выдох 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 наблюдаем за ощущениями что поменялось можно руки опустить обшагаем уталкиваемся руками от бедер отталкиваемся вдох ноги ширина там две ширины пошире пирамиду выдох прямая спина руки в стороны вдох выдох выдох левая рука вниз правая вверх вдох посмотрели вверх выдох поменяли выдох выдох опустились вниз или локти в пол или локтевой захват выдох выдох Хорошо. Разворачиваемся вправо. Колено чуть присохнуто, но не опущено вниз. Вдох. Выдох. Разворачиваемся в другую сторону. Колено не касается заднее. Колено висит. Вдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ножки присгибаем. Присгибаем. Стопы в стороны. Поднимаемся вверх. Вдох. Выдох. Опускаемся на левую ножку. Вдох. Сгибаем левую ногу. Правая прямая. Выдох. Правая согнутая. Вдох. Выдох. Левая. Вдох. Выдох. Правая. Вдох. Выдох. Поднимаемся вверх. Берем шарик большой. И поднимаем его слева. Вверх. Справа опускаем. И в левую сторону. Другую сторону. Правая. Вверх. Влево. Вниз. Влево. Вверх. Правая. Вниз. Ага. И круговое движение. Вот так. В одну сторону. В другую сторону. Хорошо. Начало коврика. Планка. Вдох. 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 Подпрыгиваем ножками. Начало коврика. Садимся. И ладошки сзади. Стопы ширина таза. Под застава. Вдох. Выдох. В голову. Вдох. Вдох. Выдох. Стоп. Вдох. Выдох. Плечевое вытягивание. Таз пятка. Вдох. Выдох. Колени к голове. Вдох. Выдох. Выдох. Ножки вытянули. На вас и на вдох. Выдох. Опустились в нижний вариант. Вдох. Поясница на полу. Выдох. Пятки в пол. Руки вверх. Вдох. Вдох. Выдох. Руки в шторм. Вдох. Правое колено вверх. Стопа в пол. Выдох. Таз вправо. Колено влево. Вдох. Левая рука на колено. Смотрим вправо. Вдох. 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 Выдох. Поменяли. Таз. Колени. Таз влево. Колено. Правое. Правой рукой придавили. Смотрим влево. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ножки согнули. Выпрямили. Опустили за головой. Заромок за спиной. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки за головой. Для леся за ножки. Большие пальцы держим. Вдох. Выдох. Ноги 90 градусов. Руки. Вверх. Встряхиваем. Вдох. Крещем. Руками. Ногами. Встряхиваем. Встряхиваем. остановились осознаем ощущение осознаем тело ножки сгибаем руки за головой начинаем раскачивать покручивать ноги в правую влево голова не касается пола локти в стороны голова приподнята и мы всем позвоночником двигаемся вкручивая крестец и грудной отдел пол раскачиваем сверхмаятник хорошо остановились захватили колени прижали голова к коленям голова к коленям вдох выдох хорошо вытянулись блины лежим дышим до выдох вдох выдох выдох вы выпускает дыхание вниманием захватываем стенку живота И то, что мы сиди делали, на вдохе произносим вдох, и стенка живота вверх идёт, на выдохе произносим выдох, стенка живота вниз идёт, и осознаём это действие движения стенки живота. Своё сознание, телесное сознание, останавливаем на движении стенки живота, на дыхании на стенки живота. Если вы в какой-то момент почувствовали, что отвлеклись, мысль, на другое осознание, мысль, слух, другой участок тела, запах, ещё что-то, возвращаемся. Возвращаемся в стенки живота. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо. Сделайте глубокий вдох. Длинный выдох. Вдох. Вдох. Выдох. И ещё длинный вдох. И длинный выдох. Отпускаем дыхание. Переводим внимание на кончики пальцев рук и ног. Начинаем шевелить пальцами рук и ног. Можно покатать голову вправо, влево. Приятные движения поделать. Потом в какой-то момент остановиться, вытянуться, потянуться, лёжа. И перекатиться на бок, сесть. Друзья, у меня на сегодня всё. Задание на день. Осознавать. Уловить себе на осознание. Зрение. Слуха. То, что я вначале говорил. Давайте ещё раз поговорим о сознании. То есть мы картинку видим. Перед глазами зафиксировались. Идёте по улице или едете в машине. И про себя произносите. Вижу. Ага. Сейчас я вижу. Потом перевели в слух внимание. Ага. Сейчас я слышу. Осознаю слушание. Слух. Уши осознаю. Ага. Сейчас запах леса. Запах города. Запах выхлопных газов. Или хвойного дерева. Неважно. Мы почувствовали. Или кофе. Да. Чай. Завтрак. А воняю. Положили еду в рот. Или глотнули. Глотнули. Любимый напиток. Чувствую вкус. Здесь проговорили. Вкус. Вкус. Вкусно. Угу. И в любой позе мы находимся. Будем ощущать 4 момента. Вес. Точки опоры. Сидя, стоя, лёжа. Неважно. В машине. Точки опоры есть. Лёгкий вверх. Тяжелый низ. Лёгкий вверх. Позвоночник. Вот. Попробуйте. За рулём из такого положения. Осознавать своё положение. Вот такое. Можно же так рулить. Правильно? Или сидеть где-то. Или идти не так. А. Оп. Осознали. То есть. Низ. Вверх. Позвоночник. И дыхание. Вдох. Выдох. Это сразу приводит к успокоению. И осознаю тело. Чувствую. Таким образом. Мы. По пяти каналам. Осознавания. По пяти каналам. Восприятия. Будем. Вижу. Слышу. Обоняю. Чувствую вкус. Осознаю тело. Чувствую. Вкус. Вижу. Слышу. Обоняю. Вкус. Чувствую. Ну. Чувствую. Это тело. Да. Но тело у нас целая тут. Большая история. Попробуйте. Обращать внимание на эти моменты в течение дня. Это интересно. Осознавать. Осознавать то, что осознают. То есть. Это у нас уже шестое. Шестое осознание. Вот. У кого получится. Можете потом написать. Осознавать то, что. О. Я осознаю. Что я. Осознаю. Зрение. Ну. Зрение. Да. Что я вижу. Осознаю. Что я вижу. Также можно осознавать. Осознавать. Что. Осознаю. Слушание. Ну. И так далее. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.